После пандемии в Бердске возрождают традицию проведения фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, а начинателями стали три организации – Бердская Центральная Городская Больница, Комбинат Бытовых Услуг, Здравмедтех. На стадионе «Авангард» состоялось торжественное открытие с парадом участников. Очень рад тому, что вы взяли с собой ваши семьи. Это очень важно, потому что этот год семьи, ну и собственно семейные традиции очень важны для нашей страны. И то, что мы сегодня заложим наших детей, так и будет жить наша страна в ближайшем будущем. Хочу пожелать каждому из вас самое главное – это здоровье, здоровье и еще раз здоровье. А на самом деле победу вы уже совершили, победу над собой, когда пришли сюда. Фестиваль ГТО проводится с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спорта и повышения уровня физической подготовки горожан. Фестиваль прошел в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Организатор мероприятия – Бердский отдел физической культуры и спорта. Возрождаем, скажем так, фестиваль и привлекаем трудовые коллективы к сдаче норм ГТО. Глобальная задача у фестиваля, чтобы как можно больше людей, как можно больше берчан приобщить к здоровому образу жизни. Перед стартом небольшая разминка и можно начинать. Участникам предстояло выполнить несколько нормативов – подтягивания, отжимания, подъем туловища из положения лежа, прыжок в длину, наклон вперед, метание теннисного мяча в цель и забег на дистанцию. Просто участие для себя, просто для себя опыт, не более. А вы уже ранее участвовали в фестивале? Да, три раза. Ну, я иногда так дома занимаюсь, иногда. Считаю, что молодежь должна заниматься спортом, чтобы быть здоровыми. Нормативы ГТО сдали порядка 150 человек. Но организаторы уверены – список участников в следующий раз пополнится. Впереди – зимний фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Продолжение следует...